В том-то и дело, да, он должен прийти реально в втором предшествии. Я просто Сергея попросил, потому что он как бы как мнение сказал, и оно достаточно сильное, чтобы просто внести для нас ясность. Я много раз задавала этот вопрос, много раз, и никто из служителей вообще отказывался отвечать, потому что это откровение. И слава Богу, что... Вы знаете, если конкретный сестра, если конкретный вопрос по датам, то слава Богу, что все отказываются отвечать. Да, сказали, что это пока еще... Не то, что пока, или когда, но Иисус вообще сказал, никому не дано знать ни времен, ни срок. Это же конкретное место. Но опять-таки... Я не спешу еще. Я не спешу. Если брать не миллениум, а именно второе предшествие само, то вот православие как рассуждали раньше, ну в средние века, что дня и часа мы не знаем, а год знаем точно. Вот так говорили. Католики, допустим, западная церковь, они говорили, что мы не знаем дня и часа, и поэтому обвиняли православных всегда в схизме, в расколе. Вот, но православные говорили, что дня и часа мы не знаем, но мы знаем точно год пришествия Иисуса Христа, и это было лето 1492-е от Рождества Христова. Вот, значит, и когда Русь приняла христианство, то до этого дата еще было далеко. Но столетие за столетием, и время подошло. И вот, значит, когда наступило вот это лето, то самое 1492-го года, то, значит, даже потом голод начался на Руси, потому что люди реально ничего не сажали, не сеяли, запасы все семена подъели, потому что, значит, никому в голову не приходило, основной массе людей, проживающих на Руси, в голову не приходило сомневаться в истинности православной церкви, и что Иисус может не прийти, как бы, в этом году. Единственные, кто выходили в поля, сели, сажали, это были евреи и жидовствующие, те, кто их называли жидовствующими, потому что те, кто сомневался в этом и не верил, значит, православный календарь, вот, значит, они сели, вот, новгородские, допустим, потом, кто там еще, псковские, белковые еще не было. Отсюда и антисемитизм пошел, да? Ну, это он и раньше был, но это все подклеснуло антисемитизм, потому что как раз после неудавшегося конца света, голодные бунты там и прочее, значит, широкие массы трудящихся, как говорится, разуверились в церкви православной, надо было, значит, как бы страхом людей держать, нужна была инквизиция, поэтому, если до того были лишь отдельные случаи, там, сожжения на кострах, значит, там, и расправ таких, то, значит, после этого они стали массовыми, особенно в Москве на Красной площади, допустим, были массовые сожжения тогда на кострах, чтобы запугать население и заставить их, вот, держаться православие все-таки людей. Вот, значит, и, значит, было заявлено с того года, что больше времени пришествия Христа не высчитывать, было запрещено это, с того времени было запрещено официально даже, хотя там один поп новгородский, Агафон его звали, он, значит, на 70 лет вперед просчитал, по его мнению, на 70 лет вышла ошибка, но его уже не восприняли серьезно, и официальная церковь тогда вот на соборах, следующая постановила, пасхалью на 1000 лет вперед высчитать и вообще запретить высчитывать время пришествия Иисуса Христа, второго пришествия, да. То есть одного опыта и очень такого печального весьма вот хватило с лихвой, чтобы уже больше не гадать. Вот, и разные мнения есть, есть мнение, допустим, богословов тоже и православных в том числе, что второе пришествие уже было уже, вот, значит, Иисуса Христа, да, значит, есть такое мнение тоже. Вот, но на самом-то деле библейский, если брать, то второе пришествие, оно действительно, оно будет на облаках, вот как вот Господь и говорил в Писаниях, поэтому я верю буквально вот именно в эти вещи. То есть вот мнение о том, что второе пришествие уже было, то есть это не просто какое-то там, это действительно даже вот богословское... Аксорция, да, некоторых, да, да, есть. Аксорция, да, есть такое, и сейчас даже встречается такое, но в средние века такие были вот особенно популярны. А, нет, я просто недавно, ну вот тоже, когда очень важно, почему я говорю, очень важно знать историю, потому что, чтобы не совершать те же самые ошибки, которые, потому что я вот тоже общался с одним братом где-то там с год назад, и он говорит, давай встретимся, и он мне вот начал как бы вот это двигать тему, что второе пришествие уже совершилось, и я, честно говоря, я даже не знал, я с таким, нет, но я с таким и сталкивался даже, то есть я там и всякого там рода... Аксорция земля, да, ну, как бы здесь, да, причем нет, я имею в виду, что это, что именно о пришествии Христа, в том, что оно уже совершилось, я как бы никогда не задумывался, да, поэтому... Поэтому так, оказывается, было развито, да, в среднем века? Да, но вообще, если брать вот с самого начала разговора нашего, да, вот личная встреча с Господом, да, я мылюсь об этом, действительно, потому что для... Если брать реформацию православия, да, то это основная, самая основная тема, потому что большинство, подавляющее большинство священнослужителей, людей не возрождено свыше, а человек, если не возрожден свыше, и он в позиции, там, пастырской позиции, значит, да, значит, лидерской позиции, это большая беда. Да. Очень большая беда, это самая большая беда, вот, и я даже, когда вот людей привожу к Иисусу, допустим, ну, в разных ситуациях, это где-то там, в автобусе, в электричке, в поезде, где-то там, в самолете, там, по-разному бывает очень. И если, вот, допустим, человек, он там молится, допустим, со мной данный, и у вас возможность есть дальше как-то беседовать еще, то я, значит, конечно, даю какие-то основные такие, ну, советы, обычные, вот, ну, любить Бога, там, читать Слово Божье, Библию, вот, стараться общаться с людьми, которые, вот, верующие, тоже любят Иисуса Христа, вот, значит, и если он, там, с какого-то города, где у меня какие-то контакты есть, допустим, какие-то, там, знакомые, там, я стараюсь дать какие-то контакты. Вот, и если нет, то даю тоже такие общие советы, говорю, вот, ну, найдите какое-то собрание, вот, пусть Бог поможет вам найти какое-то собрание, там, верующих в вашем городе, там, допустим, вот, и, а если человек, говорит, я вот посещал, там, посмотрите, говорю, поговорите, говорю, с пастором, там, со священником, ксенцем, там, батюшкой, ну, неважно, кто он, ну, лидер, одним словом, в этой церкви, поговорите, найдите возможность поговорить, и, говорю, между прочим, спросите самые такие вот важные вещи, говорю, Самое главное. И среди прочего спросите самую важную вещь. Спасен ли он сам? Спасен ли он? И если он не спасен, то бегите из этого собрания вообще. Какая бы это хорошая церковь ни была, просто бегите, даже не оглядывайтесь, как Жанна Лоута. Даже не оглядывайтесь. Вам там делать нечего абсолютно. Потому что если слепой ведет, слепы за собой, это только яма впереди. Это самая великая беда, когда лидер не спасен. Он не знает пути спасения. А потом я говорю, что хорошо, но все-таки поинтересуйтесь, если он идет на небеса, то спросите его дальше, между прочим, почему он так считает? На основании чего он так пониматель? Мало ли, тоже люди разные мысли имеют. в голове. Если он на основании именно Божьего Слова, и для него Иисус Христос, Спаситель его, личный Господь, то тогда можете где-то расслабиться чуть-чуть. И то не сильно расслабляйтесь. Но можете уже довериться. Поэтому, знаете, когда однажды такой диспут у меня был с одним священником православным традиционным, я так и спросил его. Там были в основном его прихожане. Там очень мало было евангельских верующих протестантов в Ижевске, в Пугачево, в Удмуртии было все это дело. И я спросил вот этого священника, вот скажите, пожалуйста, вы как священник, большинство людей вам доверяют как священнику, да, и вот вы как священник скажите, пожалуйста, вы сами рождены свыше или нет, спасены вы или нет. Если сегодня ваш последний день и час, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или ад. И в присутствии всех там этих людей, в основном его прихожан, он сказал буквально, прям, я даже, честно говоря, так опешил немного, значит, прям, я его за язык не тянул ведь. Он сказал, нет, не спасен, не возрожден и скорее всего пойду в ад. И люди вообще там как раз так смотрю, у них интерес появился даже к батюшке, ну, а по дороге ли нам как бы с таким батюшкой как бы. Вот, значит, и дальше, и он сказал, и, видимо, стал догонять, как говорят, да, что не то, что он сказал. И пауза опять образовалась такая. И я, значит, дальше стал говорить, что вот, говорю, если вы сейчас сказали только что, вот, и я понимаю, это от сердца было сказано, вот, Божий Дух ему развязал язык в этот момент. Вот, значит, и я, значит, сказал, что вы сказали сейчас, что вы не возрождены и скорее всего пойдете в ад, то куда вы можете повести с собой людей, говорю, потому что большинство здесь присутствующих, говорю, это люди, которым вам как пастору, как священнику доверяют. Души свои. Вот, и все, он тут же, ну, опомнился, разговор перевел вообще в какую-то вообще непонятную область. Но самое интересное, когда он ушел, ну, с видом победителя, как бы, значит, ну, я понимал, что он задумался человек все-таки. Вот, но подходили ко мне прихожане его до этого диспута, настроенные очень агрессивно ко мне, потому что не ко мне. Он там настращал их, что я, типа, антихрист какой-то заезжий, там, и вообще, значит, там, ряса наша, крест наша, а ты не наш, вообще, там, и харизмат ряженный, там, как, короче, их что-то там не говорил вообще. Вот, а этим женщинам, одна женщина, это святая простота, она говорит, а можно я вас поближе посмотрю? Смотрите, пожалуйста, что, а что? А батюшка сказал, все, короче, у вас там рожки, можно заметить, вот, значит, да, значит, и, значит, если посмотреться, то три шестерки на лбу, они, вот, проступают. Я говорю, что, значит, смотрите, пожалуйста, можно потереть даже, шестерок нету, и рожек, я не спиливал, говорю, честно, и нету ничего. Короче, ну, серьезно, да, можно, да, подруга, да, настоящая, вот, и как будто не растут, знаете ли. Короче, значит, да, ну, то есть смех и грех. Не, ну, а другие, конечно, там, ну, а, одна бабушка, там, жаловалась на этого батюшку, значит, вот, вот, там, он обругал ее, там, значит, перед всеми людьми, значит, там, в их храме, потому что она однажды зашла, там, с подругами, значит, в дом молитвенный, там, к протестантам, зашла, значит, там, что-то не, там, певе, там, я больше не была. У них, говорит, ну, вот, на исповеди возьми, да, и скажи, значит, там, что вот так была, значит, там, у сектантов, как-то, там, однажды, там, заходила, как-то, незначай, там, и, так он так разорался на весь храм, говорит, значит, меня опозорил. Вот, короче, да, что, а он еще, там, приватизировал, там, это кладбище, значит, там, там, у него все его, и, говорит, все, короче, закопают, как собака тебя за кладбищем, место тебе лишим, это на кладбище, а у него последняя радость в жизни, как бы, место, там, место, там, да, значит, и, значит, и она, значит, там, чуть не плачет, там, жалуется на этого батюшку, думаю, ну, надо же, ну, хам просто, и все. Но, ну, понимаете, самое интересное, прошло время, и мне братья звонили оттуда, Сыжевск уже звонили мне, вот, и о том, о всем, а потом я спрашивала, как вот там ваш священник, а он там очень сильно славился, ну, ну, хамстом, ругался, на улице ругался часто, вот, значит, и люди добрые его там обходили стороной уже, вот, знаете, дорогу переходили, чтобы не встречаться с ним, ну, потому что вел себя так неадекватно. А там городок небольшой, и он всех знал, кто там, значит, там, уже там, там, по его мнению, сектанты, вот, и ее жития не давал, проход не давал. И такое было, даже православные сами были не в восторге от него, даже религиозные люди были от него не в восторге, потому что он там в сауну с девочками, там, с начальником милиции, там, лучшие друзья, там, ну, короче, вот такой был, ну, не путевый священник, честно говоря. Но самое интересное, значит, вот он задумался, мне эти братья говорят, что священник вообще, говорит, изменился, говорит, вообще, как бабки сводили, вообще, говорит, они мне говорят, потому что, говорит, как Шелковый, не ругается, здоровается, вообще, короче, вот, какие недели прошли, вот, они все видели изменения, очень серьезные изменения в нем. То есть он здоровается, не ругается вообще, хотя знает, что это сектанты, но здоровается уважительно. И даже, говорит, а там, ну, сразу сарафан на радио, информация вся быстро расходится. Представляете, в храме, говорит, значит, там одна бабушка какая-то за ящиком, там, значит, опять начала эту старую песню его любимую, вот, мол, там, сектанты, баптисты, сатанисты всякие понаехали там. А он, говорит, короче, бывший военный, как ряпнул там на весь храм, там, молчать, типа, лежать, отжаться, что-то такое, короче, разговорчики в строю. Присел, короче, эти разговорчики, и обомлевшим всем этим бабушкам заявлял, представляете, заявил следующее, вам надо еще у них поучиться верить Бога, говорит. Короче, у бабушек челюсть осмыслили. И по городку попали слухи, что надо же, вот, ну, батюшка как-то вообще изменился вообще, задумался. Дух реформации коснулся. Вообще, сто процентов, удивительно, много таких историй вообще, удивительных историй. Вот, но, потому что священник, он обязан вообще, даже по его работе, даже, да, по его служению, он обязан просто ответить на самый главный вопрос вообще. Кто есть Бог, да, и куда я иду вообще, и куда веду за собой людей вообще. Куда веду. Поэтому, вот, дай Боже, чтобы задумались и все остальные, и все прочие. Да. Может, еще около-то. А, кстати, еще вопрос, не вопрос, а вот хорошее свидетельство, хорошее свидетельство очень. Значит, историческое свидетельство. Знаете, вот я, там, значит, в притчах Иисуса есть такие, как бы, такие тайны, как бы, да, вот, на поле растет хорошее, да, и вот пришел враг, посеял племелы, и, в принципе, поступило это предложение, это, в принципе, хорошее-то, прополочку сделать. И вдруг, значит, хозяин так вот повел себя, вроде, как бы, пусть все растет, да, как бы, значит, до поры. Ну, как бы, не совсем разумно, как бы, вроде, ответ. Но с Божьей, вот именно, вот, колокольней, да, весьма разумно. Я так рассуждаю, что Бог дает шанс даже самому последнему сорняку на этом поле Царства Божьего, да, стать злаком. Бог дает возможность до конца, до последнего. И вот, для меня, самый хороший пример, исторический, да, это Янгус, Янгус, великий чешский реформатор, притеча Великой Реформации 16 века, за 100 лет до Лютера, вчера упоминал его, там, я добрым словом, да, значит, он, значит, получается, в письмах уже из заточения, с Констанца, в Прагу писал друзьям письма, письма сохранились многие, значит, и он дает признание. Но он понимал, что его не выпустят уже живым. Он уже понимал, что это, как бы, уже его, значит, он отречься не может от евангельского этого понимания учения. Что это в последние дни, да, что его там ломали, по сути, значит, там, в заточении, вынуждая его отречься. Он понимал, что будет последнее судилище, и он уже понимал, что на судилище он даст по-прежнему ответ такой евангельский. Вот, и он поэтому, как бы, такие, как исповедальные письма писал, то есть, вот, о себе, там, значит, и вообще о пути к Богу, интересные вещи такие писал. И вот он писал, что, вот, стать священником, да, у него мотив был неправильный изначально. То есть, он писал, что, значит, он хотел просто устроить материально свою жизнь, не хотел работать, значит, и, как бы, ну, как раньше говорили в Союзе, не хочешь работать, иди в медицине, да, значит. А это не хочу работать, батюшки, тяжелее кадилом еще не поднимешь, значит, авось, да, значит, там, как бы, а языком мне мешки таскать, значит, как бы, значит, и денежку у тебя в кармане, и люди перед тобой шапки ломают, и ты не дворянского происхождения, а, ну, де-факто, приравнен, как бы, к ним. Одним словом, значит, для человека, а он был простым пареньком из гусенца, пас гусей, Ваня Гусев, Ян Гус, да, Ваня Гусев, значит, и все, значит, вот, как бы, и получается, что он был еще с ленцой немного, физически работать не любил, как бы, и понаблюдал, и смекнул, что надо в семинарию двигать, вот, как можно быстрее, значит, и он пошел в семинарию, и там вел двойную жизнь такую, как и другие ребята, значит, там, значит, по вечерам, раз, значит, и память хорошая, мозги свежие, короче, сдал экзамены хорошо, его даже в Праге самой оставили, не только, значит, там, значит, он думал, в гусенце устроиться батюшкой, а его даже в столице оставили, представьте, значит, там, значит, да, вообще, вот, значит, лафа, значит, и карьера пошла в гору, и, но самое интересное, в этот момент, как раз, он и пережил вот эту встречу с Господом, он описывает, что, значит, что он, ну, вот, как был злак, был этот сорняк на поле Царства Божьего, да, брошенный, по сути, врагом, да, значит, и для очередного позора, да, значит, но, а Бог сделал чудо, сверхъестественное обращение, и получился злак, принявший плод Господу, вот, так что, и много других примеров, да, 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 и... Еще бы было у Яна Гуса хорошо, если б не встреча с Богом, вся и карьера была у столице должна быть, так, ну, да, ну, да. Утром масочка другая, вечером другая масочка. Ну, да, 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 да. Ну, сразу, иначе господь пришел, да, ну, да. Вот, да, чуть-чуть там, ну, да... бы ее больше развернуть. Вот у меня был знакомый из рассказа, но это 19 лет я живу уже здесь, в 2000 году мы приехали, а это было еще там в церкви. Наш был очень близкий знакомый, мы в одной школе учились, женился, семья, дети и попал в аварию. На дороге черепно-мозговая травма несовместимая с жизнью. Пока он был в больнице, в коме, в общем, спасли его, но там потом судился, потому что та сторона, они были виноваты, пытались на него повесить, и он пришел к Богу таким образом. И вот он в церкви, лидерский потом учился, и такие видения Бог ему давал, просто вот спрашивали вопрос, да, кого спасает, оживляет в таких случаях. Ну, наверное, у Бога на каждого человека свой план. Он так пришел, сначала было очень тяжело, обычная семья, гости, друзья, выпивка. И когда он по кассе пришел к Богу, с женой были проблемы, она любит общение, она любит гостей, ей нужный ресторан, а он все, он говорит, для меня это настолько чужое, вот такая смешная история была, он с нами делился, часто к нам домой приходил, он говорит, ну не могу я, я ради нее прихожу, застолье, выпивка, вот этот оливье, я, говорит, его ненавижу, сидят двое, говорит, один другому наливает, пить будешь, буду, ты меня уважаешь, уважаю, говорит, один уже хоп, говорит, в тарелку с оливье упал, а второй с рюмкой, как так, не выпил, говорит, поднимает, пить-то будешь. И он говорит, все, вот эта жизнь, она меня прям отсекло и отрезала. Потом Валя забеременела вторым ребенком, она ни в какую не хотела идти, в церковь, веровать, забеременела вторым ребенком, у них женщина странная жила, ну нет мира сего, ну и все говорили, что она занимается колдовством, что-то у нее с головой. И ей срок подошел рожать, а ну никак, нет схваток, ничего. И Саша вышел, а там трехэтажный дом и огорожен замочком, у них как огородица была, калиточка с замочком, он говорит, как-то утром выхожу, лежит соломенная кукла из соломы, из травы сухой связана, и вроде поткнута иголочка, вот как рубашки, в рубашки заранее втыкали с головкой. Он эту куклу схватил и прибежал, церковь у нас там рядышком была, он прибежал, а там как раз молодежь, служение было, и он к пастору, все, пастор увидел, говорит, надо жечь, надо жечь, Саша, давай с тобой молимся, с молитвой сжигаем, стали поджигать солома, не горит. Ну вот тут молодежь, все собрались за руки, были очень усилены, а на литву, как она пыхнула, и звонок, Валя звонит. Саша у меня в схватке, родился сын, и вот так вот к Богу пришла потом его жена. Потом они в церкви очень служили, мы очень дружили, уехали в Германию жить, там нашли церковь. Вот я говорю, просто у Бога на всех свой план. Да, точно. Очень сложно сказать, я знаю, вот у меня сестра, допустим, родная сестра, младшая, она столько людей к Богу привела, она первая пришла в цель, как пока, она с меня силку, можно сказать, туда притащила, всю нашу семью. Представляете, когда она плитмахером была, я работала на большом предприятии, она стригла все наше начальство. Я бы рот не открыла, чтобы пропоредовать главному инженеру международной станции. А потом, вы знаете, я не знаю, как все это объяснить, она потеряла одного мужа, умер второго, второго вообще только родился второй ребеночек, у нее сын, она стала жизнь налаживаться, у нее все, полез спиливать тополь этот пуховый, и зацепил за провода, и его убило только магнитами, она все, она впала в транс, у нее одноклассница подавала паленую водку, и она стала пить, в общем, она умерла от алкоголя, я вот до сих пор всегда думаю, 39 лет, она младшая, на 5 лет была, я до сих пор всегда молюсь и говорю, господи, а где ты знаешь, что произошло в последние ее минуты, мы всегда, ну, она же там так опустилась, не знаю, вот, не знаю, во мне говорит то, что последние минуты Бог может, не знаю, хочу верить кстати, семья, конечно, но мы всей семьей ходили много лет, так она, сколько она людей, она меня привела нет, значит, хорошая вещь, да, сел в кресло, никуда не денешься, и чешет, да, и давай, давай, евангелизируй и никуда не денешься кстати, первое такое реформаторское движение на Руси, они так называли стрегольники, значит, парикмахерники гляка да, да кстати, они еще раньше, чем в Европе да, да да никуда не денешься как вы относитесь к молитве на иных языках? да хорошо, я молюсь на иных языках, да да в девяносто шестом году, когда вышел из РПЦ, буквально через пару месяцев, наверное, или три месяца после выхода я был крещен Духом Сабинда, ну, вначале жена моя, потом уже я, через нее, она молилась за меня а пока служили в церкви, нет? пока служил в церкви, нет а есть такие вообще, допустим, православные церкви, кто молится на языках? в православии, да? традиционно да, традиционно у нас нет у нас нет значит, я встречал вообще, в православии есть вообще, в православии, но это очень редкое явление один из священников, он недавно умер, кстати, вот, первый был крещен Духом Святым, православный священник Евсевий был такой, Стефанопулос, я был у них в церкви там, во Флориде, как вот Крым, а там в Америке есть Флорида штат тоже курортный такой штат такой, значит, и вот у них я был там Мирамар-Бич, городишко такой небольшой такой вот, значит, прямо на побережье, значит, и Сан-Августин Сан-Агастин, это, или Сан-Агастин там, это самый старый город Северной Америки испанский еще его основывали, конкистадоры и там есть центр, он так называется, как, Харизматик Ордотовщерч харизматическая православная церковь то есть это православные там епархии целые, но там несколько храмов у них там, значит, по Флориде и, по-моему, Джорджии, по-моему, есть и на севере Вагайо там есть там, возле Сенсинати у них небольшой храм тоже православный это православные традиционные, они не реформаторы но такого направления, такого харизматического это, в основном, православно-греческого происхождения американцы, или же африканского да, и они вот молятся на языках, да вот я был свидетелем а вы верите, вот, что протестантских церквях, как бы, вот, все люди, которые говорят на языках, они говорят, вот, на Божьих языках? нет, конечно, вот, ну, не знаю, глупо верить, наверное, в это не, вообще, да, не важно, какая конфессия там, православная, или протестантская, или католическая, значит, не важно вот, на языках есть языки разные человеческие, ангельские, есть языки бесовские, там, всякие, там, всякие вот, и я встречал, и такое встречал, тоже, значит, да, конкретно бесовское или просто желаемое за действительное выдается да, да, ну, подражает кто-то да, в подражании, да, значит, ну, самого подражания нет, греха-то в подражании но, опасно всегда есть выдавать желаемое за действительное Тогда ты не можешь получить истины, да? То есть, грубо говоря, пока ты подражаешь, симулируешь, и ты не ждешь, по сути дела, от Бога этого крещения в Дух Святой. Крещение Духом Святым – это же не просто даже говорение на языках. Есть мнение, конечно, и большинство так или иначе держат с этого мнения, что именно говорение на языках – это знамение крещения Духом Святым. В принципе, библейский, если библейский рассуждать, так оно и есть, в принципе. Но в жизни мы видим совсем другую картину. Потому что не все так просто, как… Можно хорошую теорию иметь, даже библейскую теорию, но она разбивается о практику, о реальную жизнь просто-напросто. В дребезги разбивается. Потому что на практике видим, что я знаю массу примеров. Во-первых, желаемое знать действительно, подражание, допустим, без реального говорения на языках, реального Духа Святого. С другой стороны, я знаю людей и встречал немало, которые не молятся на языках, но однако же они погружаются в Божий Дух Святой. Вот, значит, и они реально переживают крещение Духом. Крещение Духом… Вот, в чем, как бы, ну, опять-таки, есть разные мнения. Я скажу вот, если вот свое там… Погружение в Божий Дух. Погружение в Бога. Вот слова Иисуса, помните, на служение Харс приводил там, что, значит, он сказал, что кто будет веровать, да, и крестится, спасен будет. Вот, и, конечно, в средние века теологи, они выделили такие мнения, что здесь идет речь, как бы, о водном крещении. Да, вот, как бы, да, и, в принципе, до сих пор мнение большинства вот христианских церквей, протестантских, особенно, именно вот в этом заключается. Значит, что идет речь о водном крещении, как о таинстве церкви. На самом деле, вот, до, ну, лет 500 еще после Иисуса, до 6-го столетия не было такого, в общем, христианства. Вот, на самом деле, баптизу, само слово баптизу, оно изначально использовалось, вот, я говорил, на служении тоже, в другом значении. Не просто погружение в смысле окунания, а погружение в смысле пребывания там и пропитывания во что-то погрузился. И я приводил пример, пример приводил, что, значит, чаще всего использовалось баптизу слово, это, в литературе эллинской, допустим, лет за 300 еще до Иисуса, до нашей эры, и потом еще после Иисуса, для описания соления огурцов. И еще другой вариант был, прокраска тканей тоже самое, вот, описание. Пропитка. Пропитка, да. Когда ткань пропиталась полностью, то там у них тоже было свое, типа, ОТК что-то, значит, да. Значит, и у них тоже в каждом полисе, в каждом городе был какой-то свой, там, такой комитет, что ли, защиты потребителей, да, вот, который проверяли, баптизу или не баптизу, ткань. Если они приходили на склады, допустим, брали эти материи и отдавали женщинам, те парили, варили, ну, варили, короче, все делали, стирали. И вот, если после стирок ткань блекла, да, установилась, значит, и краска сходила, допустим, как-то им образом, то баптизу они признавали ее. Вот, но если она была качественной, и после всех стирок парок-варок она оставалась такой же яркой, и краска не выходила из нее, то говорили это баптизу. То есть баптизская ткань и... Бог выстирывает. Выстирывает. Поблек, не поблек, да. Но самое интересное, вот тогда шла речь о пурпуре, да, царской ткани. Самое интересное, для нас сегодня этот образ крови Христа. Я рассуждаю, пропитываться кровью Христа. Почему я говорю и о частном причастии, допустим, и контактном, и бесконтактном даже причастии, когда просто размышляешь о крови Христа, тени Христа. Я это называю как бесконтактным причастием. То есть я реально причащаюсь к телу крови Христа, даже не вкушая ничего. Даже не вкушая ничего. Абсолютно. Просто размышляю. Я бываю в нем, как бы. Погружаюсь в это размышление о теле крови Христа. Вот, значит, и вот этот момент, то есть что дар жизни вечной, который имею, это дар как раз через кровь Иисуса Христа. Спасение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Моя жизнь через кровь Иисуса Христа. Вот, понимаете, вот чем больше об этом размышляешь, изо дня в день, да, из года в год. Вот, и это как пропитывание, вот это их, как пурпур, вот тем вот самым, каждой храни. И еще, и еще, и пример приводил на служение вот этих огурцов. Малосол, Береки не называли баптизу тоже. Вот, то есть те огурцы, которые лишь только, вот, значит, на шкурке имеют соль, да, а которую соль в себе имеют именно, вот те огурцы называли баптизу. Мы соль земли. Баптизские огурцы. То есть, значит, это те, которые пропитались полностью. И вот поэтому слова Иисуса, говорю, правильные для современного слушателя, так можно изложить. Кто уверует в меня, да, и погрузится в меня, или у Матфея там погрузится в сущность Отца, в сущность Сына, в сущность Святого Духа, да, пропитываясь мной, да, будет спасен. Да, и подлинно будет как раз учеником и прочее. Вот, но кто не уверует, ну, погибнет, получается. Поэтому крещение Духом Святым, на самом деле, это не просто даже там разовое какое-то переживание, да, это, по сути, жизнь христианина. И даже не моление на языках. Да, далеко не моление на языках, далеко. Это все очень примитивное представление, на мой взгляд, представлять себе, что это вот как бы... Ой, не молишься на языках, ну давай, мы тебя крестим, чтобы замоляться. Да, да, это очень профанация. Вот есть такое слово, как раз, вот, таинство. На самом деле все гораздо серьезнее. И проще... То есть не пребывающий постоянно в нем, да? Не может называться баптиза, соответственно, как бы и не в нем. Да. Как бы он не молился, там, на языках, там, человеческих или ангельских, если любви не имеет, то ничто. А любви, то есть, если Христа не имеет, если не погружается в него, то все, медь звенящая, кимвал звучащая. То есть, если погружаешься во Христа, ты имеешь любовь. А если ты не имеешь любви, то все... Да, тоже, поэтому важнейшая характеристика, как раз, именно, да. И вот гимн любви, да, вот, 13 главы, да, Коринфянам, на мой взгляд, это гимн самому Господу. Потому что не просто любви, как даже вот, как вот, да, а именно самому Господу. То есть, я всегда, перечитывая ее, я вижу всегда, что идет, вот, как бы, это христосантричность. Как раз это Он, как раз для меня это Он. Вот. Все, что там названо вот этой любовью, как раз, это Он, по сути. Если его не имеют, то все напрасно, напрасно получается. То есть, если у меня нет вот этого, долго терпит, милосердствует, независимо... Это Он сам, это Он сам, это Он. И пропитываясь, пропитываясь им, да, просто в нас это становится частью нас, когда пропитываемся им просто. Да, ну здесь тоже нельзя... Этого нету, нету... Ну, тут опять, смотрите, я тоже, Сергей, если позволю, я немножко, да, скорректирую, чтобы мы тоже, знаете, не бросались сразу в религию, в такую, типа, так, сейчас мы просканируем, ага, так, Татьяна, ну так себе. Света, молодец. Оля, ну да не дотягивай, чтобы у нас вот это не пришло. Я думаю, что не надо сканировать друг друга. Благодать тебе. Да, да, да. Ну тут и себя надо поаккуратнее, потому что мы тоже, ну раз, понимаете, не можем, не совсем правильно себя можем просканировать, понимаете, потому что... Тут нужно Господу доверять, и здесь можно тоже, я извиняюсь за такое слово, загнаться, да, скажем так, в себя. Понятное дело, мы как здравые христиане просят Духа Святого, чтобы он смотрел, какие-то выявлял, но опять же, не для причины того, чтобы уйти в депрессию, там, и ой, я там, да, а для того, чтобы какие-то вещи, то есть, да, как бы, не Дух Христов, чтобы подавлять и уничижать самих себя, или там, я про эти вещи говорю, понятное дело, мы постоянно там смотреть в себя должны, да, как бы, свое сердце зреть, ну, однозначно. Но всегда должно быть для нас критерием... Ну, ответ, конечно, может быть, да, да. А критериям радость, мир, любовь, правильность, вот этот смысл. Если человек живет 10 лет не в этом, то может и сказать? Нет, ну, понятное дело, я же сестра Ольга, я же... Естественно. Да, Сергей, там еще хотелось... Еще вопрос, ну, Сергей, вот здесь. Я к этой теме. Вот со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Да. Это вот к этой теме, ну, как бы, это можно отнести, вот, ну, это... Ну, там не совсем правильный перевод в слове русский. А, а где происходит страх? Ну, там, это отдельная тема, ладно. Одним словом, имеется в виду страх, нет другого рода страх. Любовь, там, имеется в виду. То есть страх, как именно... Божий, да. Да, вот, то есть не человеческое понимание страха, а Божье понимание страха. Вот, как именно вот страх влюбленного, там, страх, вот, другого рода, боящийся Господа. Боящийся Господа, вот. То есть это не панический страх, не человеческий страх, абсолютно. Ну, вот, брат хотел спросить, что-то еще, я извиняюсь. Ну, я хотел засвидетельствовать, как бы, вот, насчет иных языков. Да, я сам с Норильского. Откуда? С Норильского. С Норильского. Ага. Ну, я тоже давно верующий, на языках я молюсь уже больше 20 лет. Да. И у меня это сверхъестественное переживание было. Да. Связанное с языками, с иными. Я сейчас хочу вот рассказать. Я покаялся в такой сильно пятидесятнической церкви, как бы, все, молились за прещение Духом Святым. Да. У меня не было языков, как обычно, все. Там, в Норильске, да? Да. И, ну, я молился о Богу в тайной комнате. Господь, дай мне языки, дай мне языки, там, вот это, дай мне дар языков, вот это все не говорят. Все как белая ворота. И для меня, для меня это, как бы, дико было вообще, вот если, как бы, если я не знаю другой язык, откуда у меня может взяться другой язык, вот, правильно, откуда вы можете прикинуть. И в один прекрасный день, в туалете у меня тайная комната была, я еще с родителями жил, у меня, на меня снизошел, как бы, дар говорения на иных языках. Абсолютно сверхъестественный. То есть, это не было, повторяясь, за пастором, там, как бы, так. То есть, это абсолютно реальный язык был, как бы, все. И он, как бы, закрепился, это часть меня. И я просто хочу рассказать, я привел в церковь мать свою, она, сейчас она с Господом, она на небесах уже, все. А мать у меня, она была учительница, такая, с 30-летним стажем, очень талантливая учительница, с высшим образованием, очень такая... Посвященная. Человек-голова, да. И она пришла, покаялась, как бы, все. И вот она слышит же, что все говорят на языках, как бы, ей сказали. И вот ей тоже, она говорит, и мне это тоже надо. Помолились за нее тоже, опять же, нет у нее языков. Ну, и как я хожу, она ходит, и она мне тоже, говорит, она молится тоже у Бога, просит языков, языки и все. И она мне потом рассказывает, где-то месяц, может быть, прошел, я уже не помню. Вот она мне рассказывает, абсолютно, ну, шокировало ее это. Она говорит, представляешь, говорит, я вот уже месяц молюсь, молюсь. Говорит, я просыпаюсь, я лежу с отцом рядом на диване, сплю, он спит. Говорит, я, говорит, просыпаюсь в 7 часов утра от того, что я говорю просто на незнакомом языке. И не могу остановиться. Причем она говорит, я говорю, и это как, она говорит, я осознаю что-то, совершенный язык, как бы, все, она же учитель. То есть она учитель начальных классов, она, как бы, вот этот синтаксис, вот эти вот. То есть барматание, это не язык. Я знаю, что такое язык. То есть язык, это как бы постановка предложений, слов, интонация, да. И она, говорит, я говорю, говорит, поворачиваюсь, говорю, говорит, отец спит, глаза закрыты. Она говорит, на меня страх пришел Божий, говорит, вот он сейчас проснется, что он подумает. И она, говорит, я часа 3, говорит, лежала и говорила, просто не могла остановиться. То есть на нее вот эта струя Духа Святого. И она, говорит, я поняла, что вот оно, вот этот дар совершенный, как вот. Вот я потом, ну, стал исследовать, как бы, это, да, всякий дар совершенный приходит от отца Света. Совершенный дар. То есть это совершенный дар, это не какое-то там, повторяя за пастором-то. И у меня мать потом, она мне рассказывала уже, как учитель опытный, она, когда стала ходить в церковь, она говорит, слушай, говорит, а вот у меня-то языки не такие, как у них. Говорит, я-то в смысле говорю, ну, в смысле, вот, как написано, это дар говорения, как бы, это на языке, а они-то в смысле, это какое-то, не язык. Говорит, а почему так? Я говорю, я не знаю. И поэтому я вот, ну, интересовался, как бы, много этим вопросом. Что-то, она немножко не по-другому. Она по-другому говорила, чем остальные на языках молились? Нет, ну, вот люди, знаете, вот они бормотать, начинают одну фразу там какую-то повторять. Она, она мне говорит, как учитель, говорит, ну, это же не язык. То есть подражание в духе. Она говорит, я-то в Библии читаю, говорит, что это, как бы, это языки. По-своему языку. Да, что это языки, это языки, это в смысле, это мне не... Не одно, два, три слова. Да, да, да. И она говорит... Не хотелось это видеть. Да, и поэтому я вот и спрашиваю, как вот вывод. Конечно, здесь не смысл говорить, что, как бы, что все, что человек говорит, да, то есть это, ну, это так же вот, как мне нравится, такое, я тоже иногда с кафедрой об этом говорю, глупо думать, что человек, я там даже намеренно не говорю, там, пастор, да, скажем так, человек, выходящий к кафедре, скажем так, да, он, все, что он говорит, это все от Бога, и все вот прям запечатано, и я не могу так сказать конкретно. Да, я вот еще добавить хочу. И вот, по крайней мере, два места в Новом Завете есть, когда Павел лично говорит, да, что первое место это я бы хотел, чтобы все вы говорили на языках, то есть это уже подразумевает, что не все должны говорить на языках, изначально, как бы, не было такого, что все должны говорить, то есть 9 даров Духа Святого, и на языке это дар, как бы, который Бог дает, распределяет, как ему угодно, и что, и второе место, где он говорит, что, ну, я хотел, чтобы все говорили на языках, как бы, да, и второе место, наподобие, что-то я сейчас это... То есть, что он молится, да, языками? Более всех. Нет. Все ли говорят языками? Он вопрос сам-то задает церкви, все ли говорят языками? То есть, уже сам вопрос, как бы, говорит о том, что все, да, что все не говорят языками. И интересно, я читал отрывок из книги пастора одного американства, я забыл, как его зовут, но он был пастор очень большой церкви, там, мега церковь такая. Как бы, пастор в годах, и он, как бы, много лет проповедовал крещение Духом Святым. Он, как бы, он много лет верил, что у него дар говорения на иных языках. И он книгу написал, он публично отрекся, публично отрекся от языков, прямо публично. Прямо вышел в церковь свою и сказал, я ошибался, я признаю, что я ошибался, я проповедовал ложь. И он рассказывал, как он к этому пришел. Интересно, я не помню точно, как бы, этот отрывок был из книги. Кто-то подошел, ему сказал, говорит, просто какой-то пророк, там, Божий, говорит, что это заблуждение. Заблуждение то, что он молится, или заблуждение вообще языка? Нет, что, то, что, как бы, вот это, ну, то есть, доктрина была общая, как пятидесятническая, то есть, повторяя за пастора. Ну, как бы, да. А, что вот в этом ложь заблуждается, да? Да, да, да. Да, он говорит, я, как и все, говорит, я молился часами, говорит, тарабанил там одно и то же часами. Я думал, что это вот есть вот это вот крещение Духом Святым, что это дар вот этот Божий. И он рассказывал, как он к этому пришел, и он, говорит, долго к этому шел. И он, говорит, я в конце концов, вот его личное свидетельство, он, говорит, я понял на сто процентов, мне открылось, что у меня на самом деле, говорит, не было этого даря никогда в жизни. Никогда я не говорил Божьими и иными языками. И я, и он написал очень интересную книгу про это, как-то я хотел в интернете ее найти, что-то он говорил. Ну, дай Бог ему все-таки реально пережить крещение Духом. Я встречал тоже много таких похожих свидетельств. У Шевченко Саши был, когда Александр там в Сакраменто, у них в церкви там проповедовал, значит, и подходили братья, мы общались, очень интересные были свидетельства. Один из братьев там рассказывал, а там в Сакраменто, в основном, все верующие. Ну, если братья русскоязычные, все верующие. С детства верующие, у всех родителей верующие, там, ну, баптисты 50, ну, так, 50 на 50 городки там. И, то есть, если русскоязычные вы увидите, что там точно это... Наверняка, да. Но их же отправляли, баптисты же выезжали сей. Ну, да, они выезжали и чаще всего селились там, как раз, да, вот, значит, и поэтому, да. Ну, вот, братья признавались, общались, очень интересные были тоже свидетельства. Вот, некоторые из них, вот они, да, вот, даже уже служили в церкви, в церковстве служили в других церквях. Вот, они с детства верующие, в верующих семьях выросли, значит, на скамье церковное выросли. Вот, значит, они тоже выходили в кафедре, как вот, на молитву, да, принимали водное крещение, говорили на языках, там, значит, там, если это 50-ник, если допустим, да. Вот, значит, один из них был там, из братьев, даже помощником, там, пастор уже, уже его готовили к служению, там, пасторскому. Вот, значит, дьяконское служение нес. Вот, и уже, в таком, уже, ну, немало человек, ему уже там уже, под 40 было. И после некоторых вот таких размышлений, рассуждений, он был на служении, как раз, у Шевченко, общались они, вот, и он пришел к пониманию, что он еще даже не возрожден свыше, еще даже, он даже не спасен еще. Вот, и мы с Шевченко ездили специально даже на кладбище, там, он показывал мне славянское кладбище, там, в Сакраменто, и сказал, что вот в основном, вот, вот, сколько видишь, это славянское кладбище, в основном это все вот, вот, молодежь, молодежь славянская, и чаще всего это вот наркотики, вот, и прочие вещи, что с ними связано. И, ну, это, потому что это одна из наркоманских столиц Америки, Сакраменто, да, вот, значит, и кокаиновая столица, по крайней мере, вот, если раньше там, в основном, черные занимались всем этим, то, когда приехали русские, то русские у них, у черных отбили весь бизнес, значит, да, и поэтому даже черные, которые там остались в этом бизнесе, они вынуждены были русский учить язык, потому что это стал язык нарко, вот, дилеров. Вот, значит, и, и в основном занимались кто наркотиками, кокаином, баптисты, писятники, в основном. Дети эти. Да, и те, и те. Притом дети пастырей, больших церквей, значит, там, дети епископов, в основном контролировали наркотрафик, там, значит, там, кто-то. Вот, из того, что Шевченко мне рассказал, он просто знал некоторых братьев, ну, как, лично их свидетельства. Да, и вот, значит, и, и он сказал интересную вещь такую, он сам из семи верующих тоже, и его деды и прадеды были, там, евангельской веры, и он сказал так, что вот это кладбище, это как иллюстрация для меня, вот, вот он стал, решил стать пастором, Одно из его толчков к этому служению, это было как раз посещение на кладбище. Вот, это как иллюстрация, вот, нашей неправильной теологии, потому что наши отцы, которые уехали в Америку, ну, как, в свободный мир поехали, все. Вот, значит, ну, у многих были такие совершенно примитивные представления, что это, как бы, кисельные берега, молочная река, значит, там, прочее. Вот, ну, это полбеды. Беда была в том, что ехали с таким ложным пониманием, ложной теологией, что дети наши раз уже святые, значит, раз они уже с детства уже, они христиане, они уже, ну, на самом деле верующие. А в свободном мире все всплыло, оказалось, что, на самом деле, подавляющее большинство, одним из них, почти никто из них не был и верующим, и возрожденным, потому что молитва покаяния, она не является, на самом деле, по совести-то, не является доказательством возрождения человечества. Водное крещение тоже не является, крещение духом, молитва на языках тоже не является абсолютно. Вот, много других таких признаков, которые, как бы, теологически для многих являются признаками возрождения, на самом деле, не являются таковыми. Аминь. Вот, они являются, как бы, значит, они могут являться таковыми, да, могут, но это не является... Это не стопроцентное. Не стопроцентное возрождение. То есть такое заблуждение, да? Вот, есть духовное перерождение, которое лично от встречи с Богом совершается. Помните, я говорил на служении, да, о школе Шамая, да, вот, одна из школы иудаизма? Малоизвестная ныне эта школа, но как раз вот именно вопрос поднимался духовного перерождения человека от личной встречи с Богом. То есть, действительно, я все больше и больше в этом убеждаюсь, что все зависит именно от личной встречи, личной встречи с Богом. Вот, когда спрашивают о моих... И у него у нас все бесполезно. Да. О моих детей спрашивают, допустим, вот у меня шестеро детей, да, вот верующие, ну, верующие, в принципе, да, значит, и бесы веруют тоже, значит, понимаете, значит, вот я не к тому, что своих детей с бесами сравниваю, а потому что, говорю, что знание Бога, о Боге, знание Бога-то одно, но именно личное, да, это совсем другое. Поэтому можно всю жизнь знать о Боге много и читать, и даже вдохновляться, и переживать, и даже плакать порой, значит, там, и мурашки по коже, и все, значит, и ты ходишь в таинство, принимаешь участие, все. Это ничего не значит на самом деле. Вот без личной встречи с Богом, она у всех разная бывает, абсолютно разная. Вот, значит, нет даже двух, я так убежден, даже из миллионов, миллионов, нет даже двух похожих случаев. В чем-то похожих, но у всех свое, особенно душа, и у всех своя особенная встреча с Богом. Она бывает в разных ситуациях. У кого-то, вот, как у меня была в экстриме, допустим, в жестком таком экстриме. Вот, у кого-то она в обычной ситуации, не знаю, у всех по-разному бывает. Вот, как-то пробивает, и все. Но я знаю одно, что вот эта встреча, она все определяет в дальнейшем. Всю жизнь. Это, знаете, как камертон, влюбленность. Допустим, теология, она хороша, но это как тоже палка двух концов. Знаете, вот, с одной стороны все разъясняет, кто есть Бог, кто есть человек, пути спасения, учения различные, все хорошо, с одной стороны. Но это, понимаете ли, в чем опасность-то? Что это как будто бы с помощью, представьте, да, вот с помощью химии, допустим, физики, да, биологии объясняет, что такое любовь. Можно объяснить очень грамотно, да, вот с точки зрения этих наук, допустим, да. Но все равно, даже объяснив все это, но если этот химик, физик, биолог, допустим, если он лично влюбится сам, он поймет, что такое любовь. До того, он, даже если он все это разложит на атомы, он не поймет на самом деле, он будет понимать. И много теологов, они знают о Боге очень много, вот, значит, и даже познание есть определенное, да, на самом деле много познаний есть. Но личное, это совсем другое, когда он сам влюбляется, и вот это непередаваемо. Поэтому ни одна теология, да, есть теология, что Бог там единый, да, Бог там три единый, там дву единый, но это так пошло звучит, понимаете, пока, это все равно, что опять-таки, вот это святое, ты пытаешься разъяснить с помощью вот этой биологии, значит, там и прочее. Вот это неправда, неправильно. На самом деле, значит, все определяет именно вот твое, ну, личное познание. Это как вот ты знаешь, знаешь, потом любовь приходит и снесло все. Ну, можно так сказать, да, да. Все, что ты там планировал, так, лишь когда подойдешь, там, улыбнешься, там, да, подмигнешь, там, да, и ты все забыл, что нужно, когда нужно улыбнуться, когда нужно, да. Это слово Аминя. Поэтому, когда Иисуса спросили, что есть главное, да, в законе, да, он сказал, что слушай, Израиль, да, значит, шма Исраиль, адонай лохейнум, адонай и хаат, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Вот это шма, шма, мани шма, да, шма шма, это буквально, значит, слушай, да, но, опять-таки, в русском языке другое значение. Вот слушай, можно слушать и не делать, да, а в шма это не получится. Шма это и слушать, и согласиться, и растворить веры, и исполнить. Это как призыв к действию, сразу. Поэтому шма, это означает, буквально, да, значит, услышь это, да, согласись, раствори это, и исполни еще это. А как, как, то есть, практически живи так, что, да, Бог единый за тобой. Значит, и, а дальше, и возлюби, и возлюби Господа Бога твоим сердцем, там, и дальше. Интересно, и ближнего потом тоже, как самого себя. Вот, ну, опять-таки, время благодати Бог дает еще больше, намного больше даже. Вот, если ветхозаветное, вот это вот выражение в молитве «Отче наш», да, там, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Это, опять-таки, ветхозаветное такое, да, значит, вот такое, законническое. То уже в эру благодати уже человек возрожденный, он не может так молиться уже, по сути-то. Он уже прощает, потому что он сам прощен. Не потому что он прощает, я прощаю, чтобы меня простили. Нет, я в эру благодати уже, да, уже человек уже, я прощен, я прощаю, потому что я прощен. Я даю то, что я имею уже, просто все. Вот это уже совсем другое. То есть я не прощаю, я должен служить прощению. Абсолютно нет. Молитва «Отче наш» — это же не молитва вот нового заветная, по сути. Молитва еще ветхозаветная, вот именно тезисы эти все эти, они были известны еще до Иисуса Христа. Ну да, да. Абсолютно. А если так вот не прости долги, а простил уже долги, вот, настоящее простил. Он простил, и потому я прощаю. Ну, потому мы сама не будем. Нет, здесь сама схема важна. Здесь имеется в виду не про то, что там простил, а имеется в виду, что мы же как думаем, там, допустим, вот прощу я, наверное, Сашу, чтобы Бог мне тоже мое простили. Ну да. И это ветхозаветное религиозное мышление. А я на самом деле Сашу прощаю, потому что я не могу не прощать, это моя внутренность. Я настолько пережил это прощение, мне насколько это захлёстывает, накрывает. Я просто вот перевожу в настоящее. А, ну да, нет. Но я думаю, даже не стоит переводить. Нет, я читаю молитву очень в таком классическом, вот, как бы, ветхозаветном звучании. Тоже мне нравится, на принципе, эта молитва. Но всегда я, и другие тезисы этой молитвы, они, на самом деле, очень спорные, на самом деле, вот некоторые. Но самое основное, что, о молитве, если говорить, я однажды в Москве с этой темой, как раз, о молитве учил. И, представляете, значит, и меня Бог остановил. Я, значит, готовился к этой теме давно уже, вот, значит, и приехал с этой темой в Москву специально, в Большую Церковь Автоматур. Вот, значит, и не мог сказать. Потому что пока в парке прогуливался он перед тем, значит, представляете, тихий голос такой, как прозвучал, тихо-тихо. Не называй это молитвой, называй это общением со мной. И все, у меня вся тема, она полностью поменялась. По это посыпалась, да? Посыпалась абсолютно. Я во время там учения, я пытался несколько раз, чуть было не сказал молитву, нет, я умышленно не говорил слово молитва. Вот, значит, хотя даже в конспекте у меня все время молитва, молитва, молитва. Но, понял, даже само слово затаскано. И оно изначально, ну, уже сейчас часто молитвы называют то, что молитва не является вообще как таковой. Вот, значит, слова просто от частого употребления, они, как Маяковский говорил, витшают платье. Вот, действительно, обвешали многие слова, святые слова. Вот, это общение, общение с ним. Поэтому ни одна схема, даже самый красивый, как вот Отче наш, там другие, там, молитвы библейские, там, слова Павлова, допустим, да, очень хорошая Павлова, мне очень нравится молитва его. Но, опять-таки, даже и в этих молитвах есть моменты, которые, ну, они понимают, что это Павлова некоторые вещи. Вот, мне нужно изнутри сказать свое, сказать это надо. Может быть, не так красиво, но... Конечно, это будет мое личное, мое личное обращение. Если я, например, тоже переживаю, я соединяюсь с Павлом, то... Да, нет проблем тогда, конечно. Бывает, просто иногда, я вот тоже, да, чтобы мы тоже не боялись, как бы, вот, слава Богу, брату, да, вот, за то, что ты говоришь, это очень важно. Тогда я вообще уже ничего не понимаю. Если Иисус говорил, что это моя молитва, да, молитесь так своим ученикам. Да. Поэтому выражение непрестанно молитесь, оно не подходит в такой схеме, когда слово молитва, оно вот религиозно. Поэтому люди пытаются вот непрестанно молиться, оно не получается. Иисус говорил, что подразумевает непрестанно, общение, общайтесь, постоянно будьте на связи с Ним. Вот, а молитву Отчина, что, значит, да, допустим, как, опять-таки, христиане, многие понимают это так, что якобы Иисус, якобы Иисус... Пожалуйста, не отвлекайтесь, очень важно, допустим, для Валентина это очень важно, то, что вы говорите сейчас, Сергей, пожалуйста. Есть такое понимание у многих, очень, христиан, в разных конфессиях, притом, да, что якобы Иисус имел в виду вот такую универсальную молитву, которую нужно будет повторять постоянно. Да, об этом речь, просто обратите внимание. На самом деле это неправда, на самом деле Иисус это не имел в виду абсолютно. Вот, значит, и Он поступил как раввин, как другие раввины поступали в Его времени. Он высказал тезисы, молитвенные тезисы, как Йонгичо, это как раз очень хорошо так, будем так говорить, разъясняет как раз в своей работе о молитве. Вот, значит, на самом деле это тезисы молитвенные. Все эти тезисы, сказанные в этой молитве, они были известны и до Иисуса, и в школе Шамая, и в школе Гилеля примерно похожие молитвы говорили. Вот, да, и то, что Бог есть наш Отец, и Царь наш, значит, и Его имя пусть будет прославлено, значит, да, значит, и что более на земле, как на небесах и прочее. Все эти высказывания, они были известны в этих молитвах. Иисус не имел в виду, конечно же, для всех нас эту молитву сделать универсальной. Абсолютно нет. Вот, потому что, во-первых, эти слова были сказаны, значит, на очень глупый вопрос, научи нас молиться. Ну, какой вопрос, такой ответ. Вот, понимаете, значит, а вопрос, почему глупый? Потому что невозможно научить молиться. Невозможно. Это как, ну, не знаю, научить дышать, допустим, научить, там, не знаю, там, любить. Можно многому, много что рассказать, допустим, об этом. Научите меня радоваться. Да, научить, ну, это невозможно этому научиться. Вот поэтому, какой был глупый вопрос, такой был глупый ответ. Иисус просто пересказал, ну, глупо я так упрощенно говорю, Иисус пересказал те слова молитвенные, которые все знали и так, и евреи, и до него, прекрасно знали. Он это все высказал в такой формулировке. Хорошо, прекрасно. Вот, и потом в его учении, ибо если не будете прощать их должникам вашим, да, значит, и вам не проститься, понимаете, вот, опять-таки, это все тезисы с подковырками, то есть, вынуждающие людей задуматься, а правильно ли, а надо ли мне так молиться вообще, и правильно ли я вообще вопрос задал вообще, значит, и нужно ли мне это вообще. Понимаете ли, вся эта Нагорна проповедь дальнейшая. Это не устав, это провокационные такие, порой с подковырками такими, вот, с подвохами, чтобы достать человека и признаться его, что он без него, без Бога ничего не может вообще, что ему нужно лично это, познание живого Бога. Новый Завет, это не Нагорна проповедь, Новый Завет, это не что-то, это сам Иисус, Христос живущий в нас, это есть Новый Завет, это даже не сама, не евангельская повесть, не послание апостольское даже, это все разъяснительные моменты, исторические моменты, да, интересные моменты, да, отблески какие-то, допустим, но это не закон, есть закон, да, он хороший, он свят, конечно же, да, но есть благодать, благодать и истина через Иисуса Христа произошли. Вот, и происходит, поэтому, пока Христос не принят в сердце, пока Он не родился в нас, да, под законом, ну, это, опять-таки, это путь, это поиск определенный, но когда Христос в нас, упование славы, вот это самое тайное, самое великое таинство. Вот, и братья, сестры, знаете, мое пожелание, мы увиделись, да, и вот, когда еще увидимся, даст Бог осенью, там, значит, ну, Бог узнает, когда. Но самое важное, вот, чем хочу, вот просто, ну, спасибо, конечно, за угощение, за все, классно. Субтитры сделал DimaTorzok